Всем привет! Огромное спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал. И сегодня мы готовим пасту с морепродуктами. Что нам для этого понадобится? Конечно же, сама паста. У меня вот такие вот спагетти био, итальянские. Нам понадобятся сливки. У меня вот такая вот коробочка маленькая, которая уже открыта. Здесь осталось совсем чуть-чуть, поэтому я достала еще одна. Но вообще, хватило бы и одной вот такой. Вот здесь 250 мл. Дальше оливковое масло. У меня вот такое. Сами морепродукты. У меня в пакете здесь коктейли из морепродуктов. Я его покупала для пиццы. Вот у меня осталась половинка. Как раз на двоих нам с мужем и хватит. Чеснок. Я его уже почистила. И разрезала. У меня была довольно-таки большая одна вот такая вот чесночина. Я ее разрезала на две дольки, потому что мы ее будем обжаривать в оливковом масле. И потом мы чеснок оттуда достанем. Он нужен просто для того, чтобы придать вкус. И соль. Вот у меня соль уже идет сразу с приправами, с травками. И если вы хотите, черный перец еще тоже можете добавить. Так, приступаем к готовке. Итак, у меня разогрелось масло. Сейчас я сюда кидаю чеснок. Немножечко его притомляю. Делаю меньше огонь. Чеснок должен просто передать ей свой вкус маслу. Так, так как соус готовится очень быстро, поэтому я сейчас сразу ставлю кастрюлю с водой для того, чтобы и варить уже спагетти. Я забыла еще упомянуть, что необходимы помидорки еще для моего рецепта, для соуса. У меня вот такие вот маленькие помидорки черри. С больших, если у вас большие помидоры, то снимайте кожицу. С маленьких я снимать не буду кожицу. Я их разрежу просто на две половинки. Так, я выняла чеснок. Сейчас буду добавлять свою морскую смесь в это масло. Вот вся моя морская смесь. Я сейчас закрою крышкой, подожду, пока она полностью растает. Немножечко под закрытой крышкой проварю. Совсем чуть-чуть, буквально две минутки. Так, у меня запела вода для пасты. Сейчас я ее и буду закидывать. Раньше, когда я жила в Беларуси, когда мы варили пасту спагетти, мы их все время ломали. Наверное, просто из-за того, что не умели правильно есть, как едят французы, итальянцы, с ложкой и с вилкой. Сейчас же я никогда не ломаю. Мне наставляет удовольствие наматывать длинные спагетти вилочкой из ложки и вот кушать их таким вот красивым гнездышком. Не очень удобно одной рукой снимать и одной все делать, но ничего не поделаешь. Так, закину еще немного. Вы сначала ставите спагетти вот так вот ровно и потом, когда от температуры они начинают немного плавиться, вы их прокручиваете, закручиваете в кастрюльку. И вот так вот они варятся. Воду я не солю. Так, а там у меня уже мои морепродукты. Пускай немножечко покипят. И сейчас я добавлю сюда помидорку, чтобы не было шума. Вот, но видите, какой пар идет. В общем, мои морепродукты, вся вода уже практически ушла. Значит, сейчас я закидываю помидорки. Перемешиваю. Делаю огонек поменьше. Закрываю крышкой и оставляю еще на 2 минутки. Раньше я всегда, когда я варила макароны или спагетти, я после того, как они закипели, я выключала, делала меньше огонь, закрывала крышкой, и они у меня так под крышкой варились определенное количество времени. Когда я стала жить во Франции, мой муж научил меня, как правильно, скажем так, варить макароны. То есть вы их оставляете на самом большом огне. Вот у меня здесь девятка. они кипят, и крышкой вы их не накрываете. Вот так вот варят правильно макароны и пасту. Включать надо, конечно же, вытяжку, а то у вас все дома поплывет. Так, ну вот, прошло буквально 2 минутки. Сейчас я заливаю сливки в свои морепродукты. Так, здесь у меня, я говорила, что совсем чуть-чуть в этой начатой упаковочке, и сейчас еще одну целую упаковочку буду. Так, вот и все. Сейчас я сюда, я очень люблю базилик к такому соусу добавлять. Сейчас я его и добавлю. Пару листиков свежего базилика, он растет у меня дома, прямо в горшочке на окне. Я его использую в приготовлении своих соусов. Немножечко посолим. И кто любит перчик черный, добавьте перчика. Я сейчас тоже что-то сделала. Пару листиков буквально минутки на 3-4, и все, потом выключаем. Наш соус будет готов. И вот что у нас получилось. Всем приятного аппетита. Пару листиков.